Поп Нет, нужен мне работник. Повар, конюх и плотник. А где мне найти такого? Служителя не слишком дорогого. Болта говорит, буду служить тебе славно, усердно и очень исправно. Год за три щелка тебе полбу. Ей же давай мне вареную полбу. Призадумался поп, стал себе почесывать лоб. Щелк щелку ведь рознь, да понаделся он на русский авось. Болта говорит, ладно, поживи-ка в моем подворье, укажи свое усердие и проворье. Живет Болта в поповом доме, спит себе на соломе, ест за четверых, работает за семерых. До светла все у него пляшет, печь затопит, все заготовит, купит, яичко испечет, да сами облупит. Попадья, Болдой не нахвалится. Поповна обалделишь и печалится. Попенок зовет его тятей, кашу заварит, нянчится с дитятей. Только поп один Болду не любит, никогда его не приголубит. О расплате думает частенько. Время идет, а срок уж близенько. Поп не ест, не пьет, ночи не спит, лоб у него заранее трещит. Вот он попадье и признается. Так и так, что делать остается? Уму бабы догадлив, на всякие хитрости повадлив. Закажи, балде, службу, а знай средства, как удалить от нас такое бедство. Закажи, балде, службу, чтоб стало ему не в мочь, а требуй, чтобы исполнил ее точь в точь. Так ты лоб без расправы оставишь и Болду без расплаты отправишь. Перелетев с помойки на цветок, лентяйка муха пчелку повстречала. Так ободком своим цветочный сок по малым долькам собирала. Летим со мной, так обратясь к пчеле, лентяйка прожужжала. Я угощу тебя там, в доме, на столе. Такие сладости остались после чая, на скатерти варенье, а в блюдце мед. И все так, все даром лезет в рот. Нет, это не по мне, ответила пчела. Но тогда валяй, трудись, лентяйка прожужжала. И полетела в дом, где не раз уже бывала. Но там на липкую бумагу вдруг попала. Не так ли папенькины дочки и сынки, бездомно проводя беспечные деньки, Безделье выдают за некую отвагу. И в ленности своей от жизни далеки садятся вроде мух на липкую бумагу.